Это что за ерунда, Харум? Ты не на хайпе своим паршивым. Ты пришел в профессиональную лигу. Если ты сказал Зерусь, выходи, дерись. Альфреда возвращается. Возвращается совершенно новая версия Альфреда. С совершенно новыми планами. Второй сезон реалити-шоу. Короче, я завершил карьеру. Альфреда аудитория на длительное время пропавший с медиа-радаров вернулся с достаточно обнадеживающими новостями касательно развития его промоушена и запуска второго сезона хайп-реалити, который должен пройти в Таиланде. Ну что, друзья, всем привет, ассаламу алейкум. Альфреда возвращается. Возвращается совершенно новая версия Альфреда. Совершенно новыми планами. Второй сезон реалити-шоу. Предположительно, в Таиланде. И состав участника вас сильно порадует. Это будет что-то новое в поп-ммэй. Да, хайп-файтинг немножко потул. Да, были проблемы, но... Сейчас вот, знаете... Ой-ой-ой, что сейчас будет? Ну не знаю, как вам, Альфреда действительно не хватало. Рейтинги хайп-файтинга заметно упали и одна из главных причин это как раз-таки отсутствие основателя промоушена. И это лично мое мнение. А что думаете вы? Успели соскучиться по Альфреду? А у молодого Кирилла Тольятти возникли какие-то недопонимания со звездой того же хайп-файтинга Харуном Базиевым. Хочу с вами поделиться. 23 января на хардкор-боксинге мне назначили бой против Хруна Базиева. Он дал свое согласие, и я дал свое согласие. Об этом я узнал только вчера. Мне предложили, я сразу согласился. А сейчас, перед вылетом на конференцию, утром я лично на конференцию с Хруном Базиевым, мне говорят то, что он отказывается от боя. Это что за ерунда, Харуна? Ты не на хайпе своим, как-то паршивом. Ты пришел в профессиональную лигу. Если ты сказал Зирусь, выходи, дерись. Или ты что, пришел в запад на сцене и помнешь, нагрел херни и очканул меня? Завтра жду тебя на конференции. А 23 числа я жду тебя на ринге против себя. Я буду бить твою маленькую бошку и буду делать так, чтобы она отлетела на задние ряды, чтобы и ловили зрители, которые будут в этом зале. Ты меня услышал, малыш? Совсем недавно Базиев посетил турнир кулачных боев хардкора, куда он явился, понятное дело, за Тимуром Никулиным, которому проиграл в финале реалити. Теперь Харун настроен решительно взять реванш у Тимура и вызвал того на бой по кулачке. Как считаете, удастся ли Базиеву победить Никулина? Ведь все-таки тут целый ряд факторов в пользу Архангела. Для Харуна это первый опыт, Тимур же, несмотря на долгий простой, именно по голым кулакам находится в своей стихии. Далее непонятно, что по весу, и скорее всего, Базиеву надо будет набирать. Да и в конце концов, здесь вражеская территория, если так можно выразиться. Хотя, кто знает, возможно, Харун с подписанием контракта и пополнением ростера бойцов надолго задержится в Лиге Сульянова. А Анатолий как-то признавался, что мечтал подписать к себе Базиева. Что ж, мечта сбылась. Пока Альфредо возвращается в поп-ммэ, некоторые из медийных бойцов устроили марафон по уходу из него. Сначала Шовхал Чурчаев поделился вот такими интересными сторисами. Многие спрашивают, когда бой? Ну не скоро, братва. Я долго собирал эту бумагу, а сейчас буду квартиру покупать и вообще думаю завязывать с боями. Я официально заявляю, что оставил поп-ммэ. Большая просьба организаторам, не звоните мне больше. Всем спасибо, но я обещаю вам, скоро будут огненные новости. Спустя же несколько часов примеру Шовхала последовал и Мухаммад Хайбати. Интересно, что бы это значило? Уйти из поп-ммэ, чтобы потом объявить о своем возвращении, как это было с братом Перса и Альфредо, которые подобно Хайбати и Чурчаеву практически одновременно заявляли о своем уходе из индустрии, а затем один уже дебютирует в поп-ммэ, а второй твердит, что возвращается. В общем, как-то это все странно и верится в эти слова с трудом. А какие мысли у вас касательно всех этих историй с уходами и возвращениями? Пишите ваше мнение в комментариях. Не скупитесь на лайки и обязательно подпишитесь на канал, чтобы всегда держать руку на пульсе самых горячих событий в низшей ммэ. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!